Я предлагаю вам посмотреть внимательно небольшой видеофрагмент, для того, чтобы определить о чём мы сегодня будем говорить. Ах война, что ж ты сделала подлая, Стали тихими наши дворы. Наши мальчики головы подняли, Взрослели они до полы, На пороге едва помаячили, И ушли за солдатом солдат. До свидания, мальчики, Мальчики, постарайтесь вернуться назад. О чём же мы сегодня будем с вами говорить на уроке? О войне. Ещё Аристотель говорил, когда забывают войну, начинается новое. Память – главный враг войны. Поэтому мы с вами ни в коем случае не должны забывать о тех страшных событиях. Какие ассоциации называет у вас слово «война»? Смерть. Ещё. Боль. Отчаяние. Потери. Хорошо. Разрушение. Отвага. Отлично. У кого ещё, ребята? Героизм. Героизм. Горе. Горе. Трагедия. Трагедия. Совершенно верно. С произведениями о войне вы уже знакомились на уроках литературы не один раз, правильно? Вы в декабре месяце готовились к сочинению по литературе и тему войны вы тоже затрагивали. Вспомните, пожалуйста, произведения каких писателей? Какие произведения вы изучали? Вы знаете. О войне. Это Шолохов. Судьба человека. Да. Это все всегда вспоминают, когда говорят о войне. Ещё. Борис Палево-Пусинцевич. Отлично. Ещё. Анастасия. Да. Совершенно верно. Ещё. 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 Дарим горячий снег. Дарим горячий снег. Кондратьев Сашка. Отлично. Ещё. Маленькие прямые скептины. Борис Есликина Тарайев с ам exting가. Молодцы ребята. А какие проблемы авторы этих произведений поднимают? Проблема чего? Готоваоо 2una команда. Он bund store. Университ по-разному. Проблема обычного человека, на войне не героя, а кайпаны. Обычный нород. Совершенно верно. Проблема человеческой стоимости. Отлично. И ещё. Проблема антигуманной природы войны. Проблема антигуманной природы войны. отлично вы назвали очень много проблем действительно война ставит различные нравственные вопросы я вам сегодня предлагаю остановиться на вопросе можно ли остаться человек и рассмотреть этот вопрос на рассказе валентина давыдовича динамовского соната ля минор посмотрите пожалуйста тело нашего урока она запечатлена и на ваших рабочих тетрадях которые я сегодня принесла вам в подарок мы будем работать в этих тетрадях кому привычнее работать своих тетрадях по литературе можно работать и так соната ля минор глядя на это название мы можем предположить о чем это произведение мне кажется о важности музыки на войне и чего у тебя возникла такая ассоциация название название связано с музыкой соната да хорошо а минор то ребята музыкальной школе занимался может кто-то знаешь что такое минор смягчение да да совершенно смягчение а анастасия нам сказала что это да грустное лирическое настроение и так по названию мы с вами предположили о чем давайте окунемся в текст начнем его читать и в конце урока выясним действительно ли это произведение о музыке о музыке на войне цивилических грузов настроения но прежде чем мы начнем читать закончили пожалуйста мою предположение мы анализируем рассказ динамбургского для того чтобы хорошо еще ничего еще мы анализируем ничего еще чтобы осознать что даже такое тяжелое время как война человеческая человеческие качества и так видите что текст у нас на части прочитайте про себя 1 составьте устно 34 вопроса по этому тексту по этому отрывку чтобы мы поняли о чем это те можно взять карандаши можно взять ручку как многие писатели советовали нам читаю подчеркивать и ответы можно подчеркнуть прямо в этих рабочих утра и так прочитывали первых отрывок составляем 3-4 вопросов для понимания текста и а и и и Спасибо. 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 Итак, кто готов уже задавать вопросы по тем, чтобы мы поняли? Итак, пожалуйста. Слушаю, Олег, ваш вопрос. Может быть, в каких условиях приходилось это решение, в каких условиях люди должны заработать? Кто ответит на этот вопрос? В каких условиях приходилось работать? Пожалуйста. Мне зашло объяснено, что должно быть по 30 минут. Я так понимаю, что было очень холодно, и люди были... Тяжелые условия. Да, совершенно верно. Вас отправили такой ответ? Да. Да, еще вопросы, пожалуйста. Пожалуйста. Кем был герой данного отрывка? Кем был герой данного отрывка? Даша, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, Мария. Саша. Здесь написано, что после Сталинградской битвы наши отделенные дивизионы отвели в городишко. То есть у него это был обычный солдат. Совершенно верно. А вот фраза «после Сталинградской битвы», мы можем к этой фразе задать вопрос? В какое время происходили события? Совершенно верно. Когда? В какое время происходили события? Да? Зимой 1542 года. 42-го, а не 43-го. Весной. 42-го. Спасибо большое. Мои знания. А можем мы сказать, где происходили события? Где? Пожалуйста, Настя. Талач. Что на юге? Отлично. Итак, еще есть вопросы, ребята? Еще есть вопросы, ребята? Итак, посмотрите. Из этого небольшого отрывка мы узнаем, где происходят события. Получили ответ? Когда происходят события? И уже, в принципе, можем сказать о героях. Скажите, а кто рассказчик? От чего лица ведется представление? Яна? От первого лица. Как сказала Саша, скорее всего, это солдат, но мы еще не знаем точно. Да? В данном случае он выполняет функцию часового. Совершенно верно. Итак, нам Максим выписывает значение слова «авин». от которой были крытой соломой, замаскированной установки М-13. Итак, слушайте, Артема. Ну, а «авин» — это строение для сушки снобов перед молодьбой. А как ты думаешь, зачем Динабурский нам на это обращает наше внимание? Чтобы были замаскированы? Да. Ну, значит, это была вероятность того, что враг будет совершать… Ну, и замаскируют, чтобы незаметно. То есть это опасность агроналетов, каких-то бомбежек, чтобы… А можем сказать, что вот это мирное время, да? Слово, связанное с мирной тематикой, с мирным временем. А вот эти установки — это уже военная тема. Ну, конечно. И таким образом он нам показывает, что война и мир — это очень зыбкие понятия, и они очень тесно связаны. Да, конечно. Спасибо тебе большое. Отличная работа. Словарем работать умеешь. А мы с вами продолжаем работать с текстом. Я зачитаю второй отрывок, а вы, пожалуйста, представьте себе рассказчика и подумайте, что вы можете сказать о нем по этому отрывку. Можно продолжать работать карандашом, если фразы какие-то вам покажутся интересно. Приближался вечер. Небо на западе пылало в малиновых закатах. Редкие прожилки тонких перестых облаков, подкрашенных зарей, уходили за холодную стену. Мороз крепчал. Бревенченные стены авина и дощатые, наполовину разобранные на дрова забор, попеременно потрескивали сухим пистолетным треском. Затемненные улицы, занесенные сугробами, доносился приглушенный солдатский говор, звонкий смешок калачевских молодок, скрип колодезного журавля до звяканье пустых ветер. Иногда, то смолкая, то возникая вновь, рвалась на морозную волю гармошка, непривычная к тесной избе. Обрывки знакомой мелодии ласкали слух. Я даже слегка ослабил завязки шапки-ушанки, чтобы не пропустить лишний раз полюбившиеся песни. Иногда, за туманами, вдруг гармоника пропала. Ее место грубо заступил непонятный звук, похожий одновременно и на рычание, и на рыдание. Я насторожился. Звук шел из-за обидно. Скинув автомат на руку, я осторожно шагнул за угол. «Стой!» – растерянно завопил я, разлетев человеческую фигуру, прислонившуюся в какой-то неестественный позе к стенке. На мой окре фигура не отпозвалась, не пошевелилась. Подойдя ближе, я опустил автомат. Передо мной был пленный. Пленный итальяшка. Пока не переворачиваем здание, по работе в найме. Что вы можете сказать о рассказчике? Это был достойный человек, потому что он опустил автомат перед пленным. Некоторые в условиях войны, они не уважали другие национальности, скажем так. Но тем более врага. Да, тем более врага. И он мог, наоборот, направить на него автомат и расстрелять. Мария, слышу о чем? Потому что он не знал, что будет находиться за Альбином, но при этом он взял автомат и пошел проверить, даже не позвал кого-то на фигуру, а сделать это сам. Валентин, у вас было предположение? Ну, мне кажется, что это человек, который любил музыку, потому что он прислушался к звукам гармонии. Он даже разнесал шапку-шапку, чтобы не упустить ни одного звука в него. Я вот согласен с этим предположением, потому что человек довольно романтичен. То есть он видит, даже во время войны, он видит всю эту красоту, то есть описывает небо, описывает зиму, хотя она была достаточно холодной, и музыку. А вот скажите, пожалуйста, Максим, какие слова вот в этом описании связывают нас все-таки с темой войны, не дают уйти от темы войны? Ну, вот приглашенный солдатский говор, возможно. Еще? Кто поможет нам? Пожалуйста. С пистолетным треском. С пистолетным треском, да. Ну, да. Такие слова, как «пылало», «холоний стеет», «мороз скрипчал», и «зиму» и «зиму» и «зиму» и «зиму» — это все характеризует события, которые происходили на войне, во всем основном, которые были на войне. Отлично. Молодцы, да. Мы можем здесь сказать, что в данной ситуации, возможно, музыка уже чем-то помогла нашему герою заподозрить, он ослабил шапку, чтобы лучше слышать музыку, и благодаря этому он услышал вот этот звук, который доносился из-за овина. Авида. 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 Ну, возможно, вот мы не знаем, что дальше будет текст, но который, возможно, может какую-то диверсию, там, ну, это шапленный какой-то диверсии. Хорошо, еще есть предположение. Он внимательный, да? Он умеет слушать, и музыка замечательная. Продолжим работать. Следующий отрывок я предлагаю прочитать в парк. Работайте в парк. Вот прочитайте, можно по вышепотам. Так вам удобно работать в парк. И ответьте на вопрос. Он у вас помещен после этого отрывочка. Какие чувства испытывает рассказчик пледным? Ключевые слова опять можно подчеркивать. А затем вот какие чувства выписать в конце. Лучше. Текст. Лучше. Ну-ка. Упера. Упера. Спасибо. 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 Мне кажется, что по мере прочтения у него отчасти меняется отношение к пленным. Начинается все с того, что он сравнивает пленного человека с отцой. Можно прям процитировать. Овца, оттирившаяся от стада, пропавшая овца, это овца окоченевшая, голодная, изможденная, понуро стояла передо мной и готовится к самому худшему. Достаточно. Так вот, какое это чувство? Это пренебрежение. Пренебрежение некого. Кто-то еще? Давай. Презрение, я бы даже сказала. Так. Дальше. И по мере прочтения заметно, что он сначала злится на этого пленного, что он отбился, даже обращается к нему как макароник несчастный. Но потом он отдает свой тулуп, свой тулуп отдает несравненный тулуп. Можно я еще вернусь к вот этой некой злости, да? Найдите мне цитату, покажите мне ее, которая вот показывает, все-таки враг. Как он себя ведет, Мария? Поэтому я не очень учтила, все-таки враг. Начал толкать его в бока, отнимать ногой. Даже ображал автоматом, но он не двигался, и так не реагировал на мою силу. Да, и правильно Максим сказал. В реплике, ну и подыхай, черт с тобой, макароник несчастный, да? Но потом... Продолжайте, Максим. Но потом он отдает ему свой тулуп, чтобы помочь ему немного. И потом пишет, что для этого пленного вот этот тулуп, он был раем. Итальянцы пришлось вытряхнуть из рая, пахнущей теплой общиной. Я считаю, что по этому отрывку можно судить о том, что, несмотря на войну, несмотря на то, что перед ним враг, автор сохранил в себе человеческие качества и... Сочувствие, милосердие, да? И не поддался на возможные негативные... Выплеснув разом всю злость, как иногда бывает, я вдруг прозрел. Замечательно. Попробуйте спрогнозировать, что же будет дальше. На мой взгляд, после такой смены, смены автора этого произведения, смены тоже испытает какие-то человеческие чувства к пленному и также поможет ему тулупу. Вы, Степан, считаете, что у нас в крови, да, у русских вот это милосердие? Я считаю, что каждый человек, неважно, на войне он или нет, должен помочь другому человеку. Тема, ваше предположение? Ну, мое предположение, что данного итальянца будет ждать у тебя репрессии, а нашему герою будет как-то жаль его, мы уже видим, и он будет всячески стараться помочь этому итальянцу. Хорошо. Давайте мы проверим, насколько прогнозы ребят верны. И вот следующую работу я предлагаю в микрогруппах, как мы в начале урока с вами говорили, да, поработать в микрогруппах. Для начала прочитать вам нужно текст, быстро, четвертый отрывок. И первая группа читателей будет внимательным к слову и ответить на вопрос. Вон лежит у вас, у каждого на столах. Только ли рассказчику свойственны чувства сострадания и милосердия? Вот ответы на вас. Аналитики. Проанализировав отрывок, ответьте на вопрос, тоже у вас у каждого на парте, как автор выражает свое отношение к происходящему, какой прием использует, может кто-то вспоминет. И аналитики, критики, прошу прощения, которые любят у нас оценивать, оптиковать, да, ответите на вопрос, какую основную мысль проводит автор в этом прогнозе. Спасибо. 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 Давайте мы все-таки первой группе дадим закончить размышления. Пожалуйста, Мария. Спасибо. Спасибо. Вы тоже, когда участвуют в вашу видео, когда вы можете в 2 раза, сам автор понимает, что 7 на SEC. Отлично. Но я не оценила на это внимание, потому что я так понимаю, что 2 группа на это обратит внимание. Итак, пожалуйста, аналитики, кто от вас выступит? Максим, вы так сегодня замечательно работали. Будьте любезны, до полной отметки. Я могу рассказать про приём. Уловил его, да? Да, я считаю, что этот приём является портилляцией. Тут очень много таких предложений. Допустим, отходчивый забор. Он когда начинает рассуждать по поводу русской души, он очень часто использует этот приём. В начале четвёртого отрывка даже злости на него нет, одна жалость, он отделяет свою мысль точкой. Ацентирует на это внимание, да? А скажите, пожалуйста, вот эта портилляция в каком художественном приёме? Ох, и отходчива душа русского солдата! Да и то сказать, какой он теперь враг! Кто это говорит? Кто это говорит? Автор говорит. Это лирические отступления. И вот именно в лирических отступлениях, на что обратила внимание, прошу прощения, Маша, в лирических отступлениях есть эта портилляция. Хорошо, ещё, Максим. Умница, заметит портилляцию. Так, пожалуйста, Яночка. Умница, так же, сработается неполное выложение. Вот, например, в лирических отступлениях, скажем, что лучше, но больше. Замечательно, спасибо. Да, Мария? Так же, автор выражается в лирических отступлениях, в лирических отступлениях и предложениях и риторических вопросов. Так же, ваша шау твоя русский солдата. Держишь ты зла в ее углу, да? И носишь ко мне запаску, помниться. Достаточно вторая кухня, давайте дадим слово третьей. Итак, какую же основную мысль вам будет автор на конец. Олег, вы тоже здесь понимаете, что нравится. Может быть, что мы говорим? Да, Степа, по-моему, в скину. Скину, в скину. и люди на войне проявляли, прежде всего, гуманное чувство к человеку, который уже не является их правом. Они, скорее, здесь его рассматривают не так даже лично, потому что здесь написано злости, на него нет, одна жалость. Жалость, как известно, это... Главное чувство. Да, главное чувство человека, главное человеческое чувство. Спасибо большое, Олег. Если смотреть 4 часть, то основное, что хотел сказать автор, это о широтемах русской души, о глубине жизни, о возможности застрадания со стороны русского человека. И вот как раз в его реплике, в его анализе, как он анализируется, он рассказывает, мы это и видим. Хорошо. Спасибо, ребята. Я еще почитаю ваши выводы из тетради. А скажите, пожалуйста, если вернуться к названию «Саната ля минор» и скрипка у меня появилась на слайде, мы можем сказать по прочтению доброй половины рассказа, почему автор выносит русский термин, заглавец, в чем тут скрипка? Можем уже сказать. Скорее всего, нет. Поэтому будьте любезны. Пятый отрывок. Бегло просмотрите, и кто быстрее мне ответит на вопрос, почему «Саната» и почему скрипка? Да. Пятый отрывок говорится, что итальянец, будущий в Доне вместе с главным героем, он увидел скрипку, и он завороженно смотрел на нее, он не мог осмелиться не попросить, не просто даже ее взять. И в конце, когда главный герой с разрешения хозяина скрипки подает ее итальянцу, тут говорится, что он даже скидывает свой клуб, который на нем был, хотя он был для него так важен, как именно… Ну, теплота, да? Хорошо. И он берет скрипку и начинает играть, и кажется, уже в шестой части говорилось, что… Давайте ее послушаем. Торшина Торшина совсем была изготовившись ложиться спать, как скинул один тропийный сапог, так и замер. Обстоятельный еврейтор полей, вынув изо рта свою козью ножку, позабыл о ней окончательно, пока она сама собой не докоптила до конца. Хозяйка, свесь из печеноги, чисто по бабье, поперев щеку ладонью, тихо раскачивалась из стороны в сторону. Хозяин скрипки, округлив и без этого огромные в сильных очках глаза, не мигающе устоялся на музыканта, прожаясь не столь искусству итальянца, сколь затоенном возможностям свои скрипки, о которых по простоте душевной он даже и не догадывался. Я, привалившись спиной дверному косяку, сматывался в разительно изменившийся лицо итальянца, обретающего с каждым смахом смычка, убитая войной человеческое достоинство. Он расправил плечи, плавно поводя скрипкой из стороны в сторону, так могучим аккордом, какой-то незнакомой, но чарующей мелодией. Просторная изба учителя неожиданно наполнилась музыкой, легко нашедшей отзвук простых наших солдатских душ. Мы не ведали, о чем пела скрипка в руках тленого итальянца, мы не ведали о великих чародеях Брамсе, Паганини, Вибальде, мы не предполагали, что в чудовищном мире войны и смерти есть место для кантата, рапсодий и соната. Но мы чувствовали всеми клетками души, как эта музыка делает нас человечней, воскрешая в памяти самое сокровенное, самое доброе. Далеко за полночь окончился этот удивительный импровизированный концерт. Музыкант устал, опустил скрипку. На пальцах его левой руки, тронутых морозом и отвыкших от лезвия струн, алыми капельками поступило кровь. Темные, глубоко запавшие глаза итальянца улыбались, влажно поблескивая, получаясь великой благодарностью и великой любовью к тем, кто сперва отогрел его тело, а потом воскресил и душу, так почувствовал всему существу его, что жизнь, несмотря ни на что, продолжается. При прощании тщательно протерев толстые линзы своих очков, хозяин дома подарил итальянцу свою скрипку, так как считал кощунку, прикасався к ней своими неуменными пальцами. Мы, в свою очередь, снабдили профессора провиантов и махоркой, и он ушел в морозное утро, где каждый шаг по скрипучему снегу приближал его к лазурной Италии, к новой Италии. Так скажите, что же помогает человеку остаться человеком на войне? Пожалуйста. Ну, воспоминания о том, что ему дорого, допустим, спит, как побудило воспоминания во всех родах, где идет, что у всех этих выдах образовывается, а все вспомнили на том, что ему дорого. Совершенно верно. Тягит к чему-то высокому искусству, потому что искусство – это высшее, что может сделать человек, а война – это наоборот. Отлично. Еще? Да, Саша? Мне кажется, что вера, потому что, когда он прибрал мой скрипт, я предполагаю, что он мысленно пытался оказаться в своем родном краю, и не верил в то, что все-таки ему еще предоставится такая возможность, и он все-таки окажется в этом. Отлично. Да. Русские солдаты, после того, как итальянница была на скрипке, до конца увидели в нем настоящего человека. Это уже как и они сами. Совершенно верно. Я несколько нагласила. Душа русского человека, да? Сила искусства, о котором вы говорили, поставила на многоточие. Вы там пишете и все, о чем вы говорили. Валентин Зинабурский. Что вы знаете о нем? Почему, как вы считаете, в этом уроке я взяла рассказ Валентина Зинабурского? Валентин Зинабурский, это наша с вами земля. Хотя я родился в Украине и всю свою сознательную жизнь провел на Брянщине. В 2005 году ему присвоено почетное звание гражданина брянской области. Это поэт, это прозаик. И рассказ, который мы сегодня с вами читали, можно полностью прочитать в книге «Двухэтажная плава». Это человек, который скается солдатом сегодняшнего дня. Ему скоро будет 94 года. Он продолжает писать, хотя уже совершенно ослеп. Он диктовывает свои книги. Так что вот такие замечательные люди живут рядом с нами. Пишут прекрасные произведения. Прославляют нашу Брянщину. В конце ваших рабочих тетрадей есть цитаты небольшие. Посмотрите бегло и скажите, какую бы вы выбрали в качестве эпидрофа к нашему уроку. Степан? Все-таки, я думаю, что важный урок в жизни иногда в самом крупном человеке разбирается цитаты. Прекрасно. Хорошо. Степа, я вам сегодня пять с удовольствием поставила бы. Вы отлично работали на уроке. Еще. Пожалуйста. Хорошо. Спасибо, Леша. А почему вы говорили в этих словах? Хочется, – интересно. Я хотел бы. Отлично. Леша, вы сегодня хорошо тоже очень работали на уроке. Хотя видно, что стесняетесь. Я бы вам тоже поставила пятерку. А я бы, как вы видите, в качестве эпиграфа взяла бы слова того же, Валентина Дзинатбурсова, отрывки из которых вынесены в заговоры. Поэт был прав, жизнь в вечный бой. И честь единственное знание, которое всегда за мной. Не ненависть к врагам и злость иметь, что в бою звали батареи, а доброта, любовь и честь, а также верность, честь и мир. И куда же мы без домашнего задания? Будьте любезны на последней страничке вашей логичной тетради. Выберите то домашнее задание, которое вам не понравится. Мини-сочинение можно ли остаться человеком? Я думаю, что сегодняшний урок вам поможет написать сочинение. Или прочитайте другие произведения Валентина Дзинатбурсова. Еще раз рекомендую книгу «Двухэтажная пара». И определите авторскую позицию. Спасибо большое за уроки. Пока вы дописываете домашнее задание, я хотела бы еще поставить. Галина Сергеевна, разрешите, пожалуйста, вы потом внесете в журнал. Я думаю, вы со мной согласитесь, да? Мария отлично работает на пятерку, можно оставить. Саша замечательный на пятерку. Ну, Степа, бесспорно. Максим, пять баллов однозначно. Артем, пятерка улыбается, конечно же. Олег сегодня дополнял многих, я бы тоже не поставила опять. Алексея позвала. Всем большое спасибо. Ну, я думаю, оценки вам также поставят тоже. Самое главное – оставаться всегда человеком. Спасибо большое за уроки. Спасибо, ребята. Спасибо.